Это что такое Ассирия, еще ли ряд людей о Кипре, войдет ли в Ассирии, как уцелеет ли Израиль, как он вообще будет. Я уже говорил, что может он вообще не уцелеет, как там американские аналитики к 22 году прогнозировали. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я профессор Панарин Игорь Николаевич, доктор политических наук. Это 150 выпуск программы «Игорь Панарин. Мировая политика». Мы сейчас работаем в таком режиме более ускоренном, в силу самоизоляции, в силу того, что требуется больше информации о том, что происходит в мире. И сейчас у нас новый формат – это ответы на вопросы после ролика. И вот 150 ролик – это ответы на вопросы после 148 ролика, который назывался «Коронавирус и Израиль». Ну, прежде всего, я никогда не говорил, хотел сказать, что к Израилю у меня отношение уже многолетнее, анализы, изучение. Это связано с тем, что более 30 лет назад была такая особая программа. Поделюсь сейчас вот своими, так сказать, многолетними впечатлениями. Я был майором КГБ СССР в тот период времени. Была создана группа молодых лидеров. Это была программа президентов США и СССР, Горбачева, Рейгана. И вот я вошел в эту группу. В основном остальные были все либералы, скажем так. Не хочу назвать их фамилии там. Но я был единственным вообще офицером там. Единственным вот сотрудником КГБ СССР. И нам преподавали разные люди. И вот мне запомнился один преподаватель. Я его называл профессор Штальдзальц. Из Иерусалима, крупнейший знаток Талмуда. И вот он давал. И, конечно, для меня тогда, для офицера, так сказать, КГБ СССР было внук дикоинку все это слушать. И, конечно, расширило мой такой духовный геополитический диапазон. Не только он преподавал, но вот его подход произвел на меня такое мощное достаточно впечатление. И заставил посмотреть на мир шире. Поэтому вот ролик по Израилю очень любопытен. И мой взгляд, хотел обратить внимание, вот уже более 30 лет я смотрю на Израиль различными аналитическими углами, я бы так сказал. Итак, те вопросы, которые последовали. Ну, во-первых, вот Рима, она живет в Канаде и задает вопрос, а что? Вот Ассирия будет создана, Израиль останется. И что это будет осколок третьего Карфагена? Это не только Рима говорит из Канады. Татьяна Богуш тоже говорит. А что такое Ассирия? Еще ли, говорят, люди о Кипре, войдет ли в Ассирии? Как уцелеет ли Израиль? Как он вообще будет? Ну, я уже говорил, что может он вообще не уцелеет, как там американские аналитики к 22 году прогнозируют. Но моя точка зрения, что это должен быть не осколок третьего Карфагена, а наоборот, возможно, союзная георуссия государства. Мы создаем Италия, Германия, Австрия, Россия, Беларусь. Георуссия такая, ну, Великобритания, с моей точки зрения, вообще как бы исчезает. Там остается Англо-Голландия, вот, все. Поэтому никакого третьего Карфагена, ну, с моей точки зрения, уже не должно быть. И в этом смысле, вот, идет борьба, куда Израиль. Ну, в целом, мне кажется, для России важно, чтобы Израиль уцелел. Чтобы вот этот план о ликвидации, так сказать, который американское разведсообщество вбросило, там, в 2012 году Киссинджер поддержал, ну, как бы он не реализовался. Но, касаясь Ассирии, это должна быть дружественная к Израилю страна. И говоря о Кипре, я пришли, говоря о православном Кипре, но затем в союзе, так сказать, исламско-православном уже на Кипре и вхождение в Ассирию. Ну, вот, как бы такой формат, мне кажется, можно найти определенные точки взаимодействия, соприкосновения и так далее. Татьяна Войцеховская, вернее, Ацеховская, прошу прощения, как раз обратила внимание на то, что, да, Израиль на 11 месте, я еще раз вот сейчас посмотрел, здесь 106 стран, Израиль на 11 месте. Ну, она говорит, если в процентном отношении, то, конечно, ну, население Израиля меньше, то, допустим, США на 6 месте, но население США там гораздо больше. То есть, народ слушает, вот привел пример бы Димы, вот он ответил, что живет в Израиле, говорит, что вот ортодоксальные евреи живут в двух, в основном, точках, ну, там и заражаются. Некоторые написали уже комментарии под текстом, что... И в Нью-Йорке-то в основном, я напомню, что Нью-Йорк, это крупнейший по еврейской диаспории город, там 2 миллиона примерно евреев, и очень много ортодоксальных евреев. И в этом контексте говорят о том, что именно они там дают большой процент. И оттуда, так сказать, в Канаду тоже пошло, по крайней мере, так ряд людей, как бы, говорит. И вот, конечно, глобальный вопрос возникает, Татьяна Богуш спрашивает. Ну, во-первых, она говорит, что хорошо, что руками там динамично двигаюсь, не все это поддерживают, да, там по-разному оценивают. Ну, это вот такой мой стиль, не только доктора политических наук, а кандидата психологических наук. Итак, вот, что две силы, да, она говорит, а что, чем отличаются вот эти, условно, религиозные евреи и светские евреи? Вот на «Эхо Москвы» выступал Александр Минкин, кстати, очень умный аналитик, знаток Центрально-Азиатской регионе. Ну, вообще, как, пусть он либерал, да, там, вот, я все-таки государственный гиджанник, но, тем не менее, надо дать должное, он все-таки умный профессионал, аналитик. Ну, идеологическая его конструкция низко отличается. И вот он давал там оценки, чем отличаются вот эти подходы. Ну, я не берусь, как бы, повторять его там тезисы, но мне кажется, что речь идет о различных моделях вот развития Израиля вообще, да. Напомню, что он был создан как геополитический субъект в результате борьбы. Сама конструкция появилась еще в появлении воссоединения, восстановления. В конце 19 века она была плодом борьбы вот двух империй, российской и британской. Ну, победил сначала сталинский проект, ну, по сути, хороший проект. Ну, потом вот троцкисты продавили там через прихвостня Хрущева другой сценарий. Вот сейчас и в Израиле идет борьба, мне кажется, не только вот этих двух проектов, но еще и русского и британского проекта. А русский проект – это проект мира, а британский проект – это проект войны. И вот здесь, как бы, еще и вот эти две части, светские евреи или религиозные евреи, они тоже, наверное, в какой-то степени не едины. И среди них есть и глобалисты, есть троцкисты, а есть и государственники, державники. И вот получается такая вот, ну, как бы, идеологическая и религиозная каша. И вот в этом контексте нам интересен Израиль, особенно наличие израильских диаспор, ну, практически по всему миру. И не везде они друг с другом, как бы, в ладах, вот в таких, а, так сказать, однажды в Лос-Анджелесе шел там две синагоги на одну улицу, друг напротив друга, они там, как мне сказали, местные жители находятся, просто, так сказать, нездоровываются, ну, в негативных состояниях. Есть и другие примеры. Поэтому, Татьяна, я думаю, что вот это противостояние не столько этническое, сколько геополитическое, духовное. И выбор проектов развития израильской государственности, я напомню, что в истории было два государства, они враждовали иудеи израиль на длительное время. И поэтому, так сказать, исторический путь Эри Фром в своих книгах, ну, как бы, описал достаточно хорошо, с моей точки зрения. Есть и психоаналитическая, и историческая, по сути, проблема. Поэтому, ну, нам нужно искать все равно, уверенно, точки соприкосновения России, Израиля и Советского Союза, всей этой общности, которая была определенной периодой, ну, по сути, Российской империи, не современного, так сказать, мира, и искать точки соприкосновения. Ну, а путь, мне кажется, наш впереди только простой путь мира, стабильности. А это русский путь, мир без войн, причем уж не только горячих войн, но и таких гибридных, бактериологических, биологических, потому что мы видим, что от них тоже погибают люди. И, Татьяна, надеюсь, что вот этот баланс, баланс диалога цивилизации, ну, я предлагаю вот эту концепцию международной идеологии мира, 7D, ну, мне кажется, должен стать основой, вот, и новой Ялты 2020, ну, в июне, как я предлагаю, 6 июня 2020 года, и затем уже мир, ну, как бы, должен стать более стабильным, более безопасным и более, я бы сказал, счастливым. Спасибо за внимание.